Всем привет! Сегодня у меня обещанное видео о посылочках, которые я получила от девочек к своему дню рождения. Первая посылочка от Кати. Так красиво все было упаковано. Сейчас буду все разворачивать, вам показывать. Я выложила все на стол. Вот так все красиво упаковано. Кое-что я уже распаковала, мне не терпелось. И знаете, что интересно? В этот день, когда я получила посылку, я хотела заказывать вот эту икону. Это святая Василиса. Именно эту икону. Вообще, на самом деле, Василис не так много у фирм-производителей. Но, наверное, имя не очень популярное. И именно эта икона мне понравилась. И в этот день я хотела ее заказать. Я не знаю, каким таким телепатическим образом Катя узнала, что я хочу эту икону. И вот она у меня. Представляете? Конечно же, я начну ее вышивать. Обязательно, как только закончу ту икону, которая у меня в работе, следующая будет вот эта Василиса. Спасибо большое, Катюш. Дальше, смотрите, что. Это комбинезончик. Наверное, это комбинезончик. Это комбинезончик. Он как раз нам вот сейчас будет. Он еще большой. Большеватый? Ну, хорошо, Алин. Дело в том, что те комбинезончики, которые мы сейчас носим, они нам впритык. Мы накупили маленьких. Для Василисы. Для Василисы, да. Мы накупили маленьких, а вот этот как раз следующий размер, чуть побольше. Она уже у нас подрастает. Ей два месяца. И вот как раз мы оденем вот этот. Здесь написано три месяца. Вот. Ну, как раз вот ей. Сейчас она донашивает те, что у нее есть маленькие размеры, они впритык. И следующий вот этот мы оденем. Как классно. Классно, что не самый маленький размер, да? Потому что если бы самый маленький, уже был бы маловат. Здорово. Так, мы пойдем. Завтра пойдем. Обязательно отнесем. Подарок. И вот эта коробочка. Это тоже для Василисы. Посмотрите, как все красиво сделано. А дело в том, что это Катя делает сама. Смотрите, какой красивый альбом. Я сначала думала, это альбом, но здесь должно быть свидетельство о рождении. Это мне Катя написала, что она делает сама. Кстати, что интересно, поздравляю, Екатерина. Что интересно, это тоже все самое? Да, она сама это делает, аппликацию. Я бы не догадалась. Это капельки или что? Это вырезанная, так, наверное, как скраббукинг. Да, бумага такая, наверное, скраббукинг. Для скраббукинга. Если бы Катя мне не сказала, что она делает сама, то я бы не догадалась, честно скажу. Я бы подумала, что она купила. Маленькое чудо. Ножки. Смотрите, какие ножки. Маленькие какие ножки. Здорово. Здорово. Так все аккуратно сделано. Сделано с душой. Спасибо большое. Ну, это обалденный, конечно. И коробочка, все прям в цвет. Обалдеть. Катя, ты мастерится на все руки. Я, кстати, наверное, никогда не научусь делать скраббукинг. У меня так аккуратно вряд ли получится. Обалдеть. У нас и пледик сиреневый, да, был и усиливший. Я вязала и коробочка сиреневая. Здорово. Спасибо большое. И здесь какие-то коробочки, коробочки. Сколько много. Сколько много коробочек. Для всей семьи, чтобы дни были еще приятнее. Так, давай распаковывай. Там везде что-то написано. Везде написано, да. А здесь что написано? Для Инессы, чтобы все было, как у настоящей королевы. Это шоколадки для нас. Для всей семьи. А это для меня, чтобы все было, как у настоящей королевы. Вот такая шляпка-игольница. Интересно. Интересно. Посмотрите, какая классная. Неужели? Подожди, Алинка. Подожди, Алинка. Я хочу разглядеть. Мне интересно, это сама делала Катя или нет? Это магазин, наверное. Да? Я бы и альбом подумала, что магазинный. Классно. Здорово. Спасибо большое. Что-то? Для Ричи, чтобы хвостик валял чаще и веселее. О, сейчас придет Ричи с улицы. Папа пошел с ним гулять. Для бабы-зая и мурзилки, чтобы кошачье счастье было более полным. Придумать надо было. Для всех. Смотрите. Вот сейчас ушел Ричард. Самое интересное, что мы когда вскрываем посылки, он бежит сюда и нюхает посылки. Для мяса, чтобы радость доставляли даже мелочи. Вау, деревенские лакомства. Колбаски. Он так любит у нас деревенские лакомства, он душу продаст за них. Прикольный клиндер. Это мне клиндарик. Ну-ка. Наперсток. Наперсток. Я же собираю наперстки. Сапожок. Сапожок, ага. Ой, спасибо большое. Какой классненький, прикольный. Здоровский. Это Ричарду. Календарик. Ричарду календарик. Календарик. Хрюшки. Это хрюшки. А год хрюша будет, да? Для Алины. Для Алины. Ну-ка, что тут для Алины. Чтобы любимое хобби пришло, приносило еще больше удовольствия. Самая большая коробочка. Ну-ка, что там тебе? О, нашим девчонкам. Ура! Девчонкам корм. Гурмет. Спасибо большое. Такой корм они с удовольствием будут у нас есть. Спасибо большое. Так, Алинка распаковывает свою посылочку. Ну-ка, что там? Что там у Алинки? Ничего себе! Ничего себе! Сколько глазок! Сколько глазок! Так, это, я так понимаю, ленточки. Бантики завязывать. Бантики? Это для скрабукинга вообще такие ленточки тоже. У меня для игрушек. У тебя для игрушек? Глазок. А вот, которые тебе нужны были на безопасном креплении. Вот еще, смотри, на безопасном, желтые. Обалдеть! Прикольные, как для кошек такие. Обалдеть! Пугушки. Сколько у тебя глазок теперь? Вон, Ричард спал. Смотри, какие прикольные. Ух ты! С игрушеком смешно будет такие. Ричард с папой пришел. Угу. Сейчас. У тебя там декоративные вкусняшки ему дадим. Да, это декоративные. Это на игрушечки нашивать. Например, кофточку связала, поношила. Вот хендмейд. У меня столько хуже вообще. Есть у тебя, да? А таких нет, деревянных, да? Да. У тебя все разные теперь. Теперь на разные игрушки разные. Надо игрушку пусть сделать. Угу. О, крючочек тебе. Четвертка. Четвертка. Как раз для велюровой пряжи. Угу. Для велюровой нормально. Ой, какая корзиночка. Такая классненькая. Какая прикольная. Это не ручная работа? Ручная работа. Тоже она может делала? Тоже Катя делала? Не знаю. Теперь в комментариях Катя пусть пишет. Еще вот что-то интересное. Это игольничка. Мы смотрели, думали, что это открывается, не открывается. Нет. Это игольничка. Слушай, наверное, да, это ручная работа. Этот, наверное, это Катя сама делала. Я думаю, сама делала. Это тебе. Это у меня сейчас игольницы там хрюшкой затыканные. И сюда что-нибудь, наперсточки там что-нибудь положить. У меня черные тёрстки для вязания. Украшения свои сюда положить. Пуговки какие-нибудь. Точно. Давай сюда пуговки у тебя красивые, декоративные. Сложим и на полочку поставим. Да? Здорово. И еще от Кати. Или вот эти хедмейты. Да, точно хедмейт вот эти. Давай сюда сложим. Точно. А вот еще, смотри, Аринка. Ну, это тебе еще с днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. А вот еще что такое. Для Тимура, чтобы все важное оставалось в сохранности на охоте и на рыбалке. Вот так все это. Да. Для папы. А что мы-то открываем? Папу не дождались. Так, папину открываем. Тимур. Здесь тебе от Кати подарок. Водонепроницаемый чехол. Водонепроницаемый чехол. А, это на охоту ходить. На охоту ходить. Это вот как... Когда ты машину топил, тебе вот это очень нужно было. Для машины. В кармане. У тебя в кармане было? У тебя все в кармане было? Ну да. Вот теперь смотри, куда будешь. Когда будешь вброд переезжать речку. Видишь? Телефон, документы. Документы сюда, да, сумочка вот непроницаемая. Видишь? Это тебе, на Тимур. А вон там речку, смотри, кошкам и речку всем. Ну, это тебе пожелание. Подарки. Наверное, сама будешь считать. Да, поздравляю. Ты смотри, тоже ручная работа. Да, это, наверное, тоже ручная работа. Это мне с днем рождения. Поздравляю от всей души. Оставайся всегда такой красивой, обаятельной, веселой, открытой, жизнерадостной. Пусть все не в годы уйдут, и все болезни отступят. Пусть жизнь приносит только радостные моменты, и все задуманное сбудется. Екатерина, спасибо большое, Катюш. Тут, скорее всего, набор. Алина думает, что набор. Вау. РТО наборчик. У меня такой наборчик в хачушках. Классный наборчик. Это новинка, начало этого года, по-моему, новинка. Обалденно. Смотри, ты наклейки на кружки. На кружки? Ну, на что угодно наклеить. Да, подсолнухи, слушай. Точно. Ты же солнечный цветок. Да, я солнечный цветок. Мне так нравится название моего садового канала. Да, солнечный цветок. Спасибо большое. Спасибо большущее. Спасибо большое. Такой наборчик у меня теперь еще есть. Кто вкусняшки ждет? Кто ждет вкусняшки, мой мальчик? Мой мальчик. Проси. А как ты просишь? Проси. Дать? Дать? Просит. Просит. Мальчик мой просит. На скорей. На скорей. Спасибо. Скажи, Катя. Теперь еще одна посылочка, которая приехала к нам издалека. Из Америки. Зрительница пожелала остаться неизвестной. Сейчас покажем. Это Алинки. Это Алинки пряжа. Мохнатенькая какая, да? Угу. Петельками как-то она так сделана. Здоровская. А Ричард ворует вкусняшки наши. От Кати вкусняшки ворует. Уже кончики пушистые, наверное, получатся. Угу. Борс такой длинный. Наверное, мохнатые получатся, да. Наши любимые розово-сиреневые цвета, да? Для свинок как раз. Ричик, хватит просить. Дальше для меня. Подарок на день рождения. Открытка тоже ручной работы. Инесса, дорогая, с днем рождения. Спасибо огромное за вдохновение и радость, которую вы нам дарите. Здоровье и счастье. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы посмотрите, что творится. Я просто в шоке. Это Дименшинс. Обалдеть. Обалдеть. А это Тея Гувернер. У меня нет ни одного набора Теи. Мои любимые цветы. Как я люблю цветы. Вау, какие нитки. Обалдеть. Тут разные бывают. На черной конве. Да, можно на черной вышить, можно на белой. Но я на черной не могу вышивать. Здесь в комплекте идет белая. Классно вообще. И посмотрите, какая красотища. Посмотрите, какая красота. Я еще не вышивала павлинов, хотя они у меня в любимчиках. А павлины в цветах это еще большие любимчики. Я люблю цветы вышивать. А тут еще и павлин. И этот павлин еще и на 14-й конве вышивается. Ричард, хватит плакать, ты уже покушал. Сейчас у Юлии Сайкиной будет СП, совместный проект. Мы как раз об этом говорили. Я в трансляции об этом говорила. Что будет СП, где будут вышиваться павлины. Я вот этого павлина начну вышивать. У меня еще есть от Золотого Руно. Но если СП будет долго длиться, то возможно я успею еще и не одного вышить павлина, на несколько. Ричард, хватит воровать. Он хочет все вкусняшки утащить. Вот такая канва молочного цвета. Обалдеть. Спасибо большое, девчонки. Ну вы меня балуете. Я вообще в шоке. В шоке, сколько у меня подарков. Это еще не все подарки. Этот подарок приехал из Саратова. Из Саратова от Яны. С Яной мы лично знакомы. Кстати, и с Катей первую посылку показывала. Мы лично знакомы, когда я была в Москве. Ну Яну вы уже знаете. Была встреча в Энгельсе. Она приезжала из Саратова в Энгельсе. Мы с ней встречались. Вот такие конфеты. Приехали из Саратова сорти. В общем, сегодня чай будем пить. И конфеты, и шоколады. Посмотрите, тут сколько всяко-всячины. Сколько здесь ниток. Сколько здесь ниток. Обалдеть, сколько ниток. Вот такие ниточки. ПНК Кирова. Гамма. Посмотрите, сколько ниток гамма. Ничего себе. Алинка, это схемки. Я коллекционирую открытки. Леонардо такие у нас продают. Но там они у нас как-то однотипные. А их очень много вариантов. И я их коллекционирую, эти открытки. Я в детстве коллекционировала календарики. Ты что-то коллекционируешь. Да, я все. И наборы я коллекционирую точно. Ты правильно, дочь, подметила. Я все коллекционирую. Я вообще хомяк сосажем. У меня с детства склонность хомячить. Вы посмотрите, какое богатство. Какое богатство. Обалдеть. Обалдеть. Ниток много не бывает. Жаль, что они слишком тонкие для вязания. Да, а то б ты у меня их прихватизировала. Если в 34, то нормально. От слова прихватить. Наборчики, наборчики. От фирмы Панна. Это целая серия. Это целая серия лотосы и лилия. Лотосы и лилия. Кстати, знаете, я что думала? Для чего могут мне пригодиться вот эти сюжетики? А когда у Василисы будут джинсики, например, джинсы, курточка джинсовая, и можно будет на спинке, например, вышить. Да? Есть канва водорастворимая. И можно вот нитки есть схемы, есть и вышить. В смысле канва водорастворимая? Есть такая канва, Алина, водорастворимая. Ее на одежду нашиваешь или наклеиваешь, не знаю. Я точно не знаю. Вышиваешь, а потом она смывается и все. И получается вышивка на одежде. Да? Вот эти сюжеты небольшие. Я так не делаю. Можно? Тебе что так не делаю? У нас нет водорастворимой канвы. Давай купим, сделаем. Как раз вот эти сюжеты могут подойти, вот эти небольшие. Особенно для детских вещей. Смотри, у них получается... А в принципе здесь большого 18 на 25. В принципе, размер большой. Прям можно на курточке, на спинке полностью вот так вышить. На джинсах тебе на ноге можно вышить, да? Да. Надо нам подумать, куда нам приспособить. Почему-то я вот эти наборы вижу в какой-нибудь... Или в прикладной вышивке, или вышивка на одежде. Вот эти сюжеты. Хотя можно их вышить и все три в одну раму оформить. А, ну если есть стень какой-нибудь такой в квартире, как называется, когда все квадратное там или какой-то... Ну да. Но я вот почему-то вижу вот эти наборы именно на одежде. Именно на одежде или на какой-нибудь прикладной. Может быть, на спинке где-то. Нет, так тоже, если бы большая комната, пустая стенка, и перекосины вряд ли повесить. Ну да, но у нас не пустая квартира. В принципе, для косметички, наверное, большой, да, размер, вот если как косметичку. А вот для одежды... Ну, в общем, мы подумаем. Мы подумаем, куда это можно примастить. Ну вот я вижу, почему-то это все в прикладнушках. Так, здесь еще что-то. Сумочка. Такая сумочка. Ой, это мне. Нет, ну-ка давай. Смотри, что здесь. Пулыбки. А, нет, это магниты. А, это мне на вышивку. Нет. Это мне на вышивку. Да, да, да. Нет. Это мне на вышивку. Можно оторвать. Это мне держатели схемы. Магниты, держатели схемы. Оп, прыг. Страшно. Вот это кто-то тебе. Смотри, это трюфели. Ричард, куда на стол? Ричард, ты что на стол леешь? Трюфели это наш. Трюфели, трюфели. Ах, как пахнут. Обалдеть, как пахнут. Это мама у нас с ластеной. Тябину тоже любит. Мы с ластеной. И еще одна посылочка от моей зрительницы. Посылочка приехала из города Набережные Челны. Посмотрите, какой набор. Медвежий край. Вы видите, это золотое руно. Это золотое руно. Я уже начала подбором вышивать эту картину. В трансляции я об этом рассказывала. И моя зрительница решила мне подарить оригинал. Спасибо большое. Я все-таки буду вышивать этот оригинальный набор. Хоть у меня уже и куплены нитки для подбора. Там я на 14 канве вышивала. Все-таки я решила, что как у производителя на 16 канве будет смотреться лучше. Я начну этот набор. Сейчас завершу то, что у меня есть. И буду вышивать этот набор. Очень нравится мне этот сюжет. В общем, девчонки, вот такие у меня шикарные подарки на день рождения. Я еще обещала вам показать подарки, которые я привезла из поездки. И следующие уже подарки будут ко дню вышивальщицы, которые мне муж купил. Ну и кое-что я сама себе купила. В общем, я держалась целый год. Девочки, вы видите, я держалась. Я ничего не покупала. И в конце года такие шикарные подарки. Всем огромное спасибо. И девчонкам, которые мне подарили подарки, и зрителям благодарю за просмотр, за ваши поздравления, которые вы мне присылаете. В общем, я на седьмом небе от счастья. Еще раз вам большое спасибо. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. А Ричард все вкусняшки выпрашивает, таскает. А? Ты теперь не уйдешь от меня? Он теперь все коробки шерстит. Смотри, везде нос свой сует, по всем коробкам. Ричик, все, пока-пока скажи. Ты куда залез? Ах ты попрошайка. Порошайка. Выискивает, что ему тут положили. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok